КАРГАНДИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ Кто будет покупать какие-то? Вы будете покупать? Продавцы рынка Самал в спешке вывозят уцелевшее после пожара имущество. Ущерб пока никто не считал. Не до того. Но по предварительной оценке только у этого предпринимателя пропал товар на 12 миллионов тенге. По версии причин пожара, сегодня мы отрабатываем три версии. Это поджог, неосторожное обращение с огнем и электротехническую версию. То есть сейчас наша лаборатория работает. Дознания по пожару также проводят наши работники совместно с органами полиции. Пожар произошел в минувшие выходные, когда на рынке особенно людно. Это и притормозило работу ДЧСников. Спасатели долго не могли попасть к месту возгорания. К оптовке были стянуты все бригады пожарных служб Караганды и соседних городов. Горела крыша здания. Все настроены скептически. Даже если не произошло возгорание, все равно вся одежда или иной товар, он будет со специфическим запахом. Там и зимние вещи, в том числе и шубы. Норковые тоже. Немного. Однако уже на следующий день оптовики на связь с прессой не вышли. Несмотря на многомиллионные убытки, о которых уже заявляют продавцы, возмущенных среди владельцев испорченного пожаром товара нет. Как признался один из них не на камеру, администрация рынка пообещала возместить все потери. Этим, в принципе, и объясняется молчание коммерсантов. Официальных заявлений о возмещении ущерба пока не было. Сегодня на территорию рынка посторонних не пускают. По словам рабочих, которые очищают здания от последствий пожара, торговые ряды начнут работать со дня на день. Алия Сыдыка, Ирки Улам, Тойбулден, 7 канал, Караганда.